Спасибо большое и спасибо за доверие в отношении этой темы. Она не привычна для уха обычного человека культуры безопасности. Да, мы говорим, что это культуры, либо есть, либо нет. А вот тут возник термин культуры безопасности. Термин культуры безопасности, он появился после в атомной сферы, в атомной промышленности, после расследования причин аварий на Чернобыльской станции. И мировое сообщество вложило в это определение основное понимание. Это персональная ответственность каждого работника, связанного с объектами использования атомной энергии, ответственности за безопасность и за осознание последствий своих действий. Затем была усложка на соответствующая международная константливная группа международной атомной энергии, которая также в течение некоторого времени проанализировала причины и последствия этой аварии. Я приготовила отчет константливной группы, и вот впервые в истории о том, что появился такой термин. Он имеет не технический характер, но в то же самое время не идет в себе очень конкретное содержание. Я вчера ссылался на то, что в этом году, в этой презентации, мы обращали внимание на книгу, которая вывестись в старинках, и там есть также отдел культуры и безопасности, и вот ни одного там слова из этого небольшого раздела, полка, на границу выбросить, и его пусть здесь совершенно невозможно. Впоследствии эта концепция о культуре и безопасности была развита при активном участии авторного сообщества, не только нашего российского, но и международного сообщества. И вот установление культуры и безопасности – это один из основных в мировом сообществе сегодня принципов, организационных принципов обеспечения безопасности, и, с другой стороны, это один из фундаментальных принципов системы управления. В конце 80-х годов требования по формированию культуры и безопасности у персонала и спонсирующей организации были включены в основополагающий документ нормативный, это «Общее положение безопасности обеспечения авторных станций ОПЛС-888». И вот я опять говорю, или обращаюсь к висечу, который является аргентом идеологом или автором этого документа, и который дал возможность согласия на участие в пересмотре этого фундаментального проекта. Также вот здесь участники этой рабочей группы Николай Ивановича Мишниченко, Шерфудинов, и вот эти основные моменты также нашли отражение в проекте документа, который сейчас находится в стадии выхода или выпуска. Сегодня много внимания уделяется этому подходу, как у нас в стране, так и за рубежом. В нашей стране приоритет культуры и безопасности заложен в основах госполитики обеспечения организационной безопасности страны на период до 25-го года. Согласно этому документу, деятельность правительства культуры и безопасности для объекта воспользования атомной энергии включена в состав основных направлений госполитики. Требования вот эти, они обязательны для всех участников процесса, как для лиц, которые занимаются в эксплуатации обе для воспользования атомной промышленности на всех стадиях и для всех объектов и атомной станции, следствия установки, топливный цикл, так и для органов регулирования безопасности. Вот к основным принципам культуры и безопасности сегодня уже это четко сформировано. Во всех документах, в основном, относятся, в первую очередь, это приоритет безопасности над любыми другими экономическими и производственными целями или задачами. Вторым принципом, общепринятым сегодня, является необходимость четкого распределения, осознания и принятия всеми работниками своей персональной ответственности за обеспечение безопасности. Конечно, нельзя упустить и необходимость строгого предупредительного соблюдения правил безопасности. Ну и самое важное, это не просто декларирование приверженности к входам безопасности, к другу безопасности, а реальная реализация приверженности и руководства со стороны объектов, просто использование объектов, использование атомной энергии, к безопасности. Ну и последним элементом является то, что не просто один раз сказали и написали в документах, но этот момент, он требует постоянного, неукоснительного внимания и совершенствования. Есть два основных игрока на поле здесь, это регулятор, конечно, и лицензиат. Почему не завалится и лицензиат, потому что недавно обсуждали документ, связанный с терминами органов регулирования в МГТ, на площадке МГТ. И вот среди таких терминов, которые использовали владелец, там, оператор, значит, в конце концов попросили вот это все убрать терминовый перерыв и оставить только один термин, который является с точки зрения межалового сообщества наиболее правильным, это же нельзя. То есть тот, кто несет ответственность за безопасность ядерной установки, ядерного объекта или выведа деятельности. Вторым игроком, мы стоим на этой площадке, является, конечно, это орган регулирования безопасностью. И без привлечения надо сказать, что ценностным ориентиром для отрасли является приверженность органа регулирования принципам безопасности. Влияние решений органа регулирования отрасли сегодня абсолютно и огромное. Это преувеличивает и промешает, даже и не стоит. Об этом и Сергей Анатольевич вчера так же говорил. И очень важен в этом отношении сам процесс принятия регулирующих решений. Соблюдение регуляторов, то есть вот нами, принципов культуры безопасности, на всех статях принятия решений, является залогом обеспечения безопасности. В основе принятия решений регуляторов должны лежать, и действительно, это мы реализуем сегодня, принципы открытости и прозрачности в принятии регулирующих решений, как для лицензиата, так и для органов управления использованием атомной энергии. Я немножко отвлекусь и просто поясню, значит, о взаимодействии, скажем так, регулятора и лицензиата. Последние два года очень много подразили сил и регулятор, и вот наши организации очень технические поддержки на рассмотрение материалов, обосновывающих безопасность для инновационных проектов, новых проектов. Сегодня на третьем блоке Боярской станции находятся на испытаниях девять экспериментальных топливных дуэллов. И вот каждый раз, каждый раз при взаимодействии с заявителем устанавливался не просто формальное отношение, а откровенный и доверительный диалог в отношении необходимости достаточного обоснования выбора материалов конструкционных. Это и оболочек дуэллов, это и самих материалов. С точки зрения обеспечения безопасной работы и эксплуатации не просто этого дуэлла, а объекта использования атомной энергии. Каждый дуэлл имел либо иные, разные материалы, оболочки, совершенно разные топливные, матрица и решила не просто там газовая атоматизация этого элемента, важнейшего элемента и это первый парьер безопасности. Второй парьер безопасности сама матрица и оболочка дуэлла. Но также возможно исходим из контримативных подходов. Здесь, не дай Бог, возможность взаимодействия топлива с теплоносителем. И вот сначала начинали с ловится приятных, жестких разговоров. В конце концов реализовали принцип открытости, прозрачности и трансформированного диалога с заявителем. Могут что-то мы не знали. У нас не такой большой коллектив, чтобы иметь компетенции глубокие во всех областях. Но, по крайней мере, в результате этого диалога удалось вытащить все исследования научные, которые проводились в обосновании этих элементарных условий. И с уверенностью дать добро Ростехнадзору на проведение этих испытаний. Дальше надо сказать о том, что сама культура безопасности, она является системой, как и любая другая культура. И она является элементом и результатом взаимодействия носителей культуры, организаций и работников, которые находятся в этой системе. Как я уже говорил, Ордан регулирования отказывает, конечно, огромное влияние на будущее безопасности поднадзорной организации. И вот внимательное и критическое отношение регуляторов к вопросу безопасности стимулирует промышленность к проведению исследований и более глубокому изучению тех обосновывающих материалов, документов, результатов, бесплатаний, которые связаны с обеспечением безопасности. Важнейшим элементом является своевременное признание организации проблемных вопросов, также открытость своих обсуждений и другие. Это может привести к конструктивному диалогу и сбилансированному распределению ответственности между регулятором и лицензиатом. В основе вот этого узора действия находится осознание общности целей безопасности, несмотря на различия в путях достижения этой цели. Я уже упомянул о том, что элементы, которые дают возможность реализовать этот принцип островного управления, художественной безопасности, он является предметом и результатом непрерывного труда. с точки зрения истории, в связи с которой прошла наша страна, недостатки круговой безопасности, конечно, они соединяют по сути для возникновения разного природных и природных нарушений, которые мы можем приводить к серьезным, как говорилось, я с вами вчера обманением. Мы будем использовать слово первое. Здоровая культурно-безопасность, она формируется посредством соответствующей системы управления. Во-первых, это подпор квалифицированного персонала и последующего поддержания его квалификации. На этот момент везде и всегда мировое сообщество уделяет очень пристальное внимание не просто квалифицированный персонал, но и системная подготовка и повышение квалификации. 1. Четкое распределение полномочий и персональной ответственности между руководителями и исполнителями работы. 2. Организация системы поощрений и засканий, которые стимулируют решение вопросов безопасности. 3. Исключить в системе управления необходимость сокрытия тех или иных отклонений для того, чтобы проанализировать причины возникновения этих отклонений и этих ошибок. 4. Не бояться о них говорить достаточно открыто. 5. Ну и безусловно, конечно, для того, чтобы это можно было реализовать необходимо, выделение соответствующих людских материальных и внутренних ресурсов, достаточных для решения вопросов безопасности. 5. Ресурсы необходимы для формирования культуры безопасности. 5. Сама культура, вот такой термин, да, это набор определенных характеристик и особенностей деятельности любой организации и поведения отдельных лиц, которые устанавливают приоритет безопасности, как высший приоритет для того, чтобы руководствоваться в последневной, каждоденной деятельности. 6. Ну и, конечно, любым аспектом должно уделяться внимание достаточное, с точки зрения значимости тех или иных проблем. 6. Вот значимость подразумевает под собой необходимость не только продекларировать, но и реализовать подход реализации вот тех проблем, которые стоят на пути решения вопроса. 7. Как с точки зрения людских ресурсов, так и с точки зрения материальных и других ресурсов для своевременного обеспечения требований безопасности. 8. Конечно, надо упомянуть и о сложностях на этом ключе. 8. Непростая была история развития атомной рейси в нашей стране. 8. Можно говорить общими словами о том, что специфика, масштабы задач, которые стояли перед возрастом, на пути ее становления, 9. Они свой течеток наложили на все отношения к вопросам безопасности. 9. Вчера Михаил Фалентинович упоминал о том, что в военные годы, после военные годы были решены не выбрать ответственность, 9. И заточено стратегические задачи обеспечения безопасности страны. 9. Создавался гадерный щит. Прошло некоторое время. 10. И сегодня безопасная реализация современных планов развития атомной области, она абсолютно невозможна без обеспечения культуры безопасности для всех ее участников и на всех сторонах их жизненного цикла. 10. Это относится как к органу управления, как к персоналу лицензиата, так и такое же требование накладывается и на персонал регулятора. 11. Изучение вопросов безопасности современных объектов и атомной станции и предприятий топливного цикла абсолютно требует, зачастую, долгосрочных и затратных исследований. 11. И в этих условиях органов регулирования безопасности, конечно, приходится уделять пристальное внимание качеству и научной составляющей обоснования безопасности. 11. Иванович Анатольевич говорит, что вчера именно смелось не просит, поэтому я не думаю, что особое внимание на национального оператора на необходимых научного обоснования тех технологических проектных решений, которые принимаются для такого уникального объекта. 11. Иванович Анатольевич говорит, что в первой этапе их настроить создается. 11. Однако, когда еще это вот таких проектах, о которых мы вчера поговорили, с технологическим прорывом, это также относится к конновационному проекту прорыву, с затратой на безопасность. 11. Безусловно, безусловно, конечно, строят вот эти усилия для того, чтобы нам реантированно переходить к тем или иным решениям. 11. Вначале я упоминал о Черномыне, и сегодня я должен упомянуть еще, конечно, и фукусинские уроки. 12. Вот анализ фукусин, он показал, значит, сейчас аккуратно будет проезжаться, да, у нас открыты были разговоры на площадке гастратом энергии МГАТЭ о том, что обнаружили пренебрежение возможности возникновения аварий как на уровне органов управления эксплуатирующей организации, так и регулятором. 12. Регулятор достаточно поверхностно относился к отдельным аспектам безопасности. 13. Поизнь регулятора в принятии непривлекательных решений. 13. Ну и, конечно, отсутствие регулятора в регуляторе педической позиции в отношении персонала и формальное отношение к своим обязанностям. 14. Надо сказать, что не нашло отражения. 14. Продолжение последней работы японских ученых, которые показались, вот известно, да, японская противовосточная культура, 14. Вот элементы восточной культуры, они требуют абсолютной приверженности к действиям работодателя, 15. И иногда провоцируют к сокрытию тех или иных проблем на сложных вопросах. 15. И вот это также явилось причиной вот этой самой ужасной аварии тяжелой. 15. Ну и последнее я завершаю. 16. Внимание регулятора к вопросам безопасности сегодня. 16. Оно должно стимулировать проведение исследований как у себя, внутри органов регулирования, как и на объект использования атомной энергии. 16. Сегодня мы имеем примеры внимательного отношения регулятора ко всем этим аспектам. И если на коллегии, которая выходила 30-го числа в Ростехнадзоре, наш начальник правового управления, рассказывался о необходимости привлечения в инспекции правовиков, а это сложный вопрос сегодня для территориальных органов, то зарубежные органы или мы пошли дальше. У них в составе инспекции все люди также находятся психологи, которые проводят опрос приобретении инспекционной деятельности оператора для того, чтобы понять, каким образом система управления построена у руководителей, у персонала, лицензиатора, нацелены ли они на решение вопроса безопасности и поддержание необходимой уровня культуры безопасности. Вопросы? У меня есть один. А, пожалуйста, Александр Александрович. Вот, мне несколько раз доводилось от вас в учебнике. Наверное, это из-за инспекционного принципа в соответствии с регулированием или социальной опасности. И мне говорят, что вот этот вот вектор, он является элементом культуры безопасности. Она, в общем, может существовать только если этот спектр развития реализуется. Потому что, когда нормативные документы развиваются в сторону сети. Поэтому, не мотивированное сограждение безопасности, эта система немножко и сейчас будет развада. И, значит, действительно так, и в последнее время нас в России точно оценивает на развитие риск-ориентированного подхода к натурной деятельности. Соответствующие наработки мы у себя в научном центре выполняем. И, конечно, мы горды и тем, и это действительно так, что с академическим институтом, в котором вы работаете, удалось сформировать принципиальные подходы к оценке уровня объекта. С точки зрения безопасности, не упрощенного подхода, а реально оценки уровня безопасности этого объекта. Для того, чтобы можно было как регулировать сегодня на норма конторной деятельности, так и можно было понимать, каким образом реализуются, например, те или иные проекты или программы в атомной подрасли. Если в отношении, например, выводы из эксплуатации объектов наследия, или там, аркадемии, что мы можем донести, как и у нас управлять, и не сходить от реализации этих проектов, мероприятий, понимать, какие же страны у нас тут получили, это абсолютно неотвратимо. Я не ориентирую на применение безусловно-рескорректированного подхода. Мы просто обсуждая на очередном новостехническом совете, на секции новостехнического совета, мы не то, что обратили внимание, мы знаем о том, что на многих атомных станциях, безусловно, присутствует такого рода подход. И через регулирование вагония мы многие вещи, безусловно, принимаем внимание при принятии регулирующих решений. Но и не более того, при этом вы абсолютно правы, слово регулирование это не надзор, да, это именно регулирование. У нас есть объективная реальность, к сожалению, это старение кадров, к сожалению, все время продолжающаяся, не знаю, административная или финансовая реформа, которая подрезает регулятора и по количественному, и по качественному составу. И мы вынуждены все-таки распределять свои силы так, чтобы мы могли ответственно регулировать эту самую, правильно все равно было сказано, опасность или безопасность, и отвечать за это. Поэтому, да, в том числе наше регулирование опасности, а по регулированию все-таки у нас записано в нормативных документах регулирование безопасности. Все-таки идет, вы сами видите, почему. Мы определились с объектами постоянного надзора, и мы уделяем больше внимания. Мы ушли от многих других, как-то, может быть, менее очевидных. Опять вот вчера Рудинян тоже об этом много говорил, что мы говорим о том, что это опасно, а на самом деле опасно совсем другое. Мы ушли из источников, со многих. Мы ушли в уведомительный характер деятельности. Мы сейчас, вот вчера, получались с коллегами из литературы и смотрели, так сказать, новые технологии при проектировании полного жизненного циклата на станции. Думаем, как это применить в дальнейшем. Думаем и в концепции творческой деятельности и деятельности в области стандартизации, мы, так сказать, думаем о том, какие документы оставить в части, так сказать, условного применения, какие документы перевести в разряд все-таки методических рекомендаций и стандартов. Вот таким образом мы, собственно, с вашей же помощью пытаемся это как-то сделать. Риск ориентированный подход – это просто один из элементов, который, ну, и в рубежом применяется точно так же. Ну, то есть, скажите просто. Я хочу, я все освоил, как и вчера после каждого доклада. Тут еще сегодня подошел Владимир Александрович, к нам, руководитель нашего общественного совета, задать такой вопрос, Александр Александрович, вот как вы думаете, вот тема эта, которую вы докладывали, и вообще территорию безопасности, это, в общем, замечательный факт отношения для специалистов атомщиков, самих регуляторов и так даже к тому, чтобы безопасно, да, эксплуатировать технологию. А мы в достаточной степени рассказываем это население, ну, в том виде, в каком надо. Потому что, на самом деле, это замечательный факт, да, показывает, что вот атомщики-то они не просто так там приходят, вентили перекрывают или еще что-то, да, вот они все руководствуются принципом культуры безопасности. Достаточно ли мы все рассказываем об этом деле или нет? Как вы думаете? Ну, кто думать нечего, как говорится, сама жизнь показывает о том, что вот эта работа сегодня требует совершенствования. Раз есть протестные движения, и они могут быть двух характеров. Один из элементов того, что возникают эти протестные движения, заключаются в недостаточности информации и в разъяснении вопросов о безопасности, на основании которых реализуются эти или иные вопросы. Если бы этот элемент убрать совершенно невозможно, конечно, но, по крайней мере, уменьшить недостаток вот этих процессов к объяснению самодействия, наверное, именьше было бы проблем у нас в сфере, да, потому что это точно так. Ну, то есть вы готовы там вместе с Общественным Советом, с Едерным Максимом, с другими общественными организациями в этой работе поучаствовать, да, практически не в следующем году? Ну, если вы готовы, я эту работу реализовываю? Я хочу фиксировать это все. Недеешься. 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 Недеешься помпой там. Не, 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 не помпа важна, а вообще в принципе. Это работа. Это очень хорошо. Пожалуйста. Пока. В каких-то документах в наших зарубежных слово культура безопасности в атомной энергетике получила свое официальное место. Ну, может, просто я не очень сильно акцентировал внимание, по крайней мере, я начал с основного документа ОПБ, 88, это основной документ, нормативный, в атомной отрасли. И сегодня в новой редакции, которая завершается ее согласование, этот термин также нашел свое место абсолютно. Первое. 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 Агентство Агентства Атонной энергетики заканчивает подлетуху так называемого зеленого буклета под названием Кудру. Кудру безопасности в работе в работе на группу участвуют сотрудники Ростов надзора, начиная с Сапожникова, Сапожникова, потом Сметник и из нашей организации, это Ван Данова, Татьяна Юрьевна. А последний этакт за конце года документ должен быть. Это все. Солдан Иванович, там небольшое дополнение. Культура безопасности именно регулирован. Спасибо. Это документ о культуре безопасности именно в обыкной регулированной. Спасибо. То есть реально приложение к нам. Ага. Алексей Иванович, можно поговорить? Можно буквально? По мотивам выступления Александра Александровича, могу сказать несколько слов. Несколько лет назад Росатом провел огромную конференцию серьезную в Санкт-Петербурге по культуре безопасности. Это мотивы документы, о которых говорил Александр Александрович и Инсаги, и все работы, которые проводят международным сообществом. В 2011 году принесение закона об использовании энергии поправок до конца, до рассмотрения Государственной Думы, собственно правового управления. Эти вопросы культуре безопасности были отражены. И только в самый последний момент, когда уже просто перед утверждением, можно сказать, было вычеркнуто по формальной причине. Причина была формальная. Мы не смогли. У нас было совместное движение корпораций, других органов регулирования. Мы не смогли отстоять. Может быть, есть смысл вернуться к этому вопросу? Вот сейчас очень удобный момент, когда вносится поправка закона об использовании энергии. Может, удобно нам хотя бы как-то отметить этот момент, чтобы зафиксироваться, сделать еще один шаг к нормативному регулированию права? Спасибо. Я на всех случаях напомню. Мы тогда пытались инкорпорировать в бухетном культуре безопасности закон, который уступил в Уставе. Устав работников. А, ну там было. Мы туда пытались это делать. Но, к сожалению, Минтург, по-моему, тогда нас почему-то не предполагал. Ну, этот закон происходит многие тоже включали. И тоже именно потому что, по принципу он формальный, потому что нет в административном кодексе, в уголовном кодексе статьи, которые были нарушены за культуру безопасности. Вот формальный принцип, правоуправление, которое нам, так сказать, не дал возможности, а, в принципе, мы уже вышли на заключительные чтения. Спасибо. Маш, Манмаш. Ахан Судович, большое спасибо за понятие культуры, отношения к культурному фактору. Я хотел бы сказать следующее. Какая доля, которая уделяется именно человеческому фактору? И, докуманно, как раз сообщили, что у нас здесь на работе, я, институтно, нашим производством корпораций системы прецизивного требовательного строения, он здесь на работе, если у человека человеческого фактора, если у него нет, он болеет, то он на них с вами будет двигаться. А у меня такое вот понимание уделяется именно человеческому фактору? Спасибо. Ну, по-моему, его просто человек такой основной элемент – это носитель. И его деятельность, продуктная его личность, результаты его действительности является и как раз реализация безопасности. Это основной элемент этого термина, этого понятия, именно человеческих факторов. Я могу упомянуть какие-то примеры про то время, что уже далеко уже регламент, но вопросы коротко, вопросы коротко совершенно другого понятного, да, с точки зрения создания открытости, протрачности и откровенного конструктивного диалога. Последний долг, я уже три раз об этом говорю, плотно взаимодействуем с блоком, инновационным сбоком прорыва корпорации «Росарм». И самое главное, самое главное в этом взаимодействии было установить конструктивное, открытое, совершенно откровенное взаимоотношение. Безусловно, есть сложности. Из-за наших сотрудников, ну, проводил достаточно жесткий подход, да. В общем, если вернуться, вот я упомянул для того, психологов коллектива конструкционной деятельности, если упомянуть Прейда, да, то в его работах обозначены две мотивации одной деятельности человека. Одна из мотиваций – это стремление к возвеличиванию личности или обеспечению превосходства. В Огне-Рюблеве у нас работал зам генпрокурора. И на простой вопрос, что приводит нас к нам – это простой ответ. Первое – это жертва наживы. Второе – это стремление к власти. Тот и третье – это вторая мотивация, которая была обозначена Фрейдом. Да, поэтому вот человеческий фактор, он является абсолютно важнейшим элементом для обеспечения и залогом, который без опросов. Ед Sweet 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 North – то есть это все, четыре с Five Sweet 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 werome with liberation